мы должны были этим заняться ну как бы наш долг потому что я русский человек я верующая самая нелегкая это неопределенность я надеюсь что в этой стране и в это время я смогу что-то изменить помогать и защищать людей мы начали снимать фильм от они андреец в августе 2020 года здесь парке победы недалеко от памятника освободителям города риги и латвии в августе 2022 года памятник был снесен в феврале 2023 года таня андреец была задержана спецслужбами латвии 8 февраля суд дал санкцию на ее арест а как мне вообще сидеть я не знаю как сидеть ты просто я в ту сторону лучше всего ты можешь вести себя совершенно свободно я не могу свободно на ту же камеру нет ты вообще должна забыть о ее присутствии скажи пожалуйста а каким образом ты вообще оказалась в общественном движении защиту русских школ это все благодаря латышской школе сначала пошла латышскую школу учиться и потом попала в штаб защиты русских школ ну штаб защиты русских это же неформальная организация как туда люди приходят он по-разному мне получилось что со мной связался член партии русские свои с латвии потому что я была приглашена на конференцию когда я пошла латышскую школу мне позвали на одну конференцию чтобы я поделилась опытом перехода из русской школы латышскую и там за нам были приглашены те которые люди которые мнения которых уже заранее известно но они рассчитывали что я расскажу как как здорово переходить латышскую школу русским детям вот я высказалась негативно реформе и там я сказала что переходить латышскую школу нужно по собственной воле они насильно насильственным путем можно только привить неприязнь к языку вот так я сказала а есть сотни случаев когда ученики переходят они довольны для тебя именно этот опыт был негативный ну как негативно учиться мне не было тяжело так же как и в русской школе скорее общение с одноклассниками потому что наши позиции наши взгляды кардинально отличались и ну чтобы я там чувствовала себя комфортно мне нужно было либо притворяться либо ассимилироваться либо не на быть латышкой я не то ни другое не третье не было неуютно и немножко одиноко там а вот почему тебе было не уютно быть латышей на том что я русский человек мне русский человек иногда говорят какая-то русская посмотри на свой цвет кожи но я для меня русские это ощущение они биологическое происхождение не ну я просто счастья русской и я буду всю жизнь русская несмотря ни на что а когда у тебя родилось это ощущение ты русский латышской школе ты помнишь этот момент потому что ты же не была жительница одной страны вот немножко расскажи о себе то есть это было было норвегия я прожила 7 лет и я была маленькая мне было все равно русская норвежка с мамой говорила по-русски с остальными по норвежски для меня общение было разницы для меня более родным был норвежский и мама даже испугалась какой-то момент что я ассимилируюсь норвежку вернулись в латвию потом я жила в силу по несколько лет и там все русские тоже не было никаких проблем именно в латышской школе я уже как-то что-то произошло что я поняла что я русская никогда не ассимилируюсь чем для тебя это это язык россия как государство хотя ты жительница и гражданка другой страны в чем в чем русскость ну любовь конечно к культуре и гордость за свою национальность я знаю мнение о том что гордиться своей национальности это глупо но я так не считаю скажем я не считаю заслугой то что человек там определенной национальности но гордиться просто своей национальностью это не национализм это вот любимый предмет школе был русский русский хорошо а вот из русская литература для тебя значит что а что именно писатель поэт может быть писатель и поэт и любимая книга у меня очень много ну я больше прозу проза и увлекалась в детстве я очень много читал любимым писатель может быть катаев из детских он даже не совсем детский ну его в детстве ну наверное он детский все-таки вот поэзия не так увлекалась я не писала стихов детстве достаточно большое количество школьников которые учатся как ты допустим ты училась в латышской школе есть школьники которые учились в русской школе но не все они выходят на улицу и не все участвуют каких-то там общественных мероприятий почему ты это сделал просто когда например на той конференции я выступала я подумала что ну просто у нас у меня было такое пленарное заседание или как он называется не за когда сидела я ну как представитель школьников и директора и я подумала что директора школ они не могут говорить что они думают и единственное кто тут может говорить что думает и ничего после этого мне не будет это я вот я и высказалась и потом я уже начала выходить на акции по защите школу я думаю что скажем учителя они не могут выходить потому что их уволят а как кому как ни нам мы еще нигде не нас ниоткуда не уволят и вот почему другие не уходят я я думаю что для многих латвия это к сожалению как взлетная площадка и они не хотят просто тратить энергию силы на страну в которой не собираются жить это для них то же самое что делать ремонт в квартире съемный вот а вот летела для к государству значит что ну все таки от моя родина вот такие символы как государства флаг язык я работала когда в больнице у меня некоторые коллеги например метеостры они работали по несколько суток подряд сначала надо работать потом другой я смотрел на них и поражался я понимала что вот это есть патриотизм помогать людям своей стране они из профессии медсестра могли ехать в европу и получать гораздо больше но они тут остались и при этом у многих из них даже нет гражданства не могут голосовать хотя по моему они куда больше и патриоты чем тот же наш президент или националисты латышские типа там бравы до наших съемок я просил посмотреть фильм легко ли быть молодым и нас разделяет с героями того фильма больше 30 лет смотрела да расскажи те проблемы или те вопросы которые поднимаются ну прежде всего как бы главный вопрос фильма это легко ли быть молодым он вообще стоит ну и надо я думаю что 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 вы хотите чтобы я рассказала почему легко ли быть молодым сейчас именно легко ли быть молодым сейчас я думаю что самое нелегкое это неопределенность какая-то и куча вариантов как поступить каждый из которых скажем так сделает твою жизнь совсем иной и постоянно сомневаешься как поступить куда пойти потому что столько возможностей для меня вот в этом трудность молодости мы можем фантазировать говорить допустим вот мое время как мне кажется время в средневековье и я бы жил бы лучше 60-е годы прошлого допустим тебя такое происходит насколько ты своя вот в этом время говорят же времена они убирают не живут умирает я раньше там читала книжки когда мне хотелось 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 перенестись там прошлый век и может быть участвовать наверно так неправильно говорить но мне хотелось там великое отечество но я была маленькая не хотелось слышать какой-нибудь поступок геройский тоже пойти там на фронт сражаться вот я маленькая была я понимаю что каждый человек рождается в свое время и в котором наверное он принесет больше пользы и везде есть свои проблемы и я надеюсь что в этой стране и и в это время я смогу что-то изменить и как-то что-то улучшить а вот ты участвовал в группе ковид-19 что это за группа мы ходили помогали пожилым людям и тем кто находится в группе риск мы носили продукты помогали там кому-то может быть мусор надо было вынести собакой погулять чтобы они как можно меньше контактировали с другими людьми не заболели потому что мы не находимся в группе риска мы молоды вот почему ты занялась ты же на тот момент ты работаешь да угу кстати покупаю ну я просто считаю что поскольку мы не находимся в группе риска то мы должны были этим заняться ну как бы наш долг может это звучит пафосная не за да мне было немножко не по себе от того что я работала тогда в онкологии и как бы если бы я заболела я бы смогла заразить кого-нибудь больного раком и у них очень слабая иммунная система и могло плохо закончится вот слава богу вроде я не заболела тебя избирает депутат английского духа что бы ты сделал что бы я делала я бы боролась за образование это та тема которая меня и привела в партию и чтобы защитить русский школу я боролась бы за боролась бы за русские школы и за вообще качественное обучение мне кажется надо поработать набрать опыта и что-то пережить в жизни тогда уже эти депутаты ну а как тогда общество узнает что хотят люди если они не будут работать или они не будут представлены в наших исполнительных и законодательных органах ну это хороший вопрос вообще мне кажется у нас очень много говорят о том что нужно давать право молодежи решать и так далее но это все демагогия потому что по сути нас особенно никто не спрашивает мне кажется сразу не надо пускать там в думу или еще куда-то просто сми должно работать более качественно и опрашивать неизбирательно как сейчас делают когда уже ждут определенного мнения мне кажется это работа СМИ доносить до властей то что хочет народ может быть это утопия что такие СМИ существуют не знаю а вообще может взрослый понять человека который младше его на 20, на 30, на 40 я не знаю я же не не пробую тебя тебя понимают сталкивалась ли ты с тем что тебя не понимают ну конечно да и когда это происходило почему ну например когда борешься за что-то выступаешь то многие кто старше они смотрят на тебя так скептически мол ну это все юношеский максимализм это пройдет ты думаешь я не хочу чтобы это проходило вот я не знаю а вообще разочарование были в твоей жизни? да конечно с чем они могли быть связаны? ну ну подумай ну когда я поступила в медицинский я разочаровалась ну в общем я разочаровалась в медицине точнее я неправильно сказала как в таковой медицине я не разочаровалась а я просто себе по другому это представляла и я лично поняла что не хочу быть врачом и наверное это было тоже разочарование потому что до этого я была просто убеждена что я буду врачом и я к этому шла я готовилась к экзамену меня сдала я поступила на бюджет и потом так получилось что я поняла что это не мое но это то что немножко на самооценку на самооценке сказалось негативно вот вот мы находимся в парке победы и с правой стороны от тебя памятник советским воином освободителя города Риги и Латвии от немецких фашистов ты организатор субботников по уборке территории памятника почему ты это делаешь? почему субботники организовывала? почему ты приходишь тратишь личное время на уборку? ну потому что там все заросло там нужно же кому-то это делать в этот раз Рижская дума так безответственно относится и он находится в таком состоянии скажем ремонт я там не могу провести а то что я могу сделать это убрать вырвать траву стереть какие-то вандалистские надписи и мы это делаем ну для меня это такое место опять может быть я банально и пафосно говорю но оно для меня на самом деле священное и я ну я его очень люблю и для меня это такое родное место и я не могу просто так проходить мимо а там какой-то вандал например написал какую-то хулиганскую надпись я думаю что многие раз в год возлагают цветы думают что так они почтили освободителей но на самом деле тут ну почти что ежедневная работа требуется вообще а что для тебя откуда вот возникло это отношение ведь ты родилась уже не знаю но еще конечно до столетия далеко но достаточно далеко после Великой Отечественной войны что для тебя откуда это появилось чувство причастность ну я очень много читала в детстве у меня бабушка на правильные книги давала читать и так получилось то есть она мне об истории много рассказывала и она меня так воспитала ну именно в этой теме вот а преподавание истории школе оно отличается от того что ты думаешь или что ты делаешь ну конечно в латышской школе хотя сейчас одинаково преподают ну я помню у нас учительница в русской школе говорила только ни в коем случае не напишите что 8 число 8 мая это это праздник победы это европейский день а то у меня проблемы будут да но в латышской школе там уже откровенно там нас учили что легионеры это герои я помню я спорила с учительницей когда я сказала ей что они убивали евреев она мне сказала что ни один легионер никогда не убил ни одного еврея и конечно я была не согласна и мы с одноклассниками спорили вот а так то что я знаю по истории это я больше с книг выучила но вообще второй мировой и великой отечественной очень мало времени уделяется в учебниках истории а как у тебя складывались отношения с латышками и одноклассниками ну сначала все было нормально потом когда они узнали о моей моих взглядах даже не помню как так получилось ну как то я видимо там с ними спорила насчет русских школ быть им или не быть и и особенно после вот той злополучной конференции тогда уже откровенно мы начали можно сказать выжидовать и мне хотелось побыстрее закончить школу и идти оттуда так они хорошие ребята но у нас слишком разные взгляды и вот вот ты сейчас дала экзамены и поступила в Санкт-Петербургский государственный учитель а почему именно в России там уровень образования хороший и на родном языке а вот ты думала что после да я хотела бы вернуться и защищать права соотечественников за рубежом потому что я при всем уважении к России считаю что недостаточно много делается для соотечественников и наверное не только в Латвии вообще это очень важно я бы защищала права русских при Палтике и в других странах и помогала может быть с программами переселения и вообще хотела бы быть правозащитником заниматься правозащитной деятельностью профессионально а не просто ходить на митинги митинги это хорошо но образование нужно чтобы более профессионально работать защищать людей а именно кем я может быть я бы стала журналистом международным или просто журналистом а там видно будет я не знаю это символ латвийского антинацистского комитета мне его подарил на день рождения латвийский антинацистский комитет это значит что мы против нацизма и против любой дискриминации по национальному этническому или расовым признакам некоторое время назад я просто убеждена была что я не буду никогда политиком сейчас я уже понимаю что иногда чтобы реально что-то изменить нужно быть политиком как Татьяну Аркадьевну и я допускаю что я может быть буду политиком но это не моя цель а в чем цель? цель быть в той профессии где я больше пользы принесу и скажем если бы я чувствовала что я буду хорошим врачом я бы осталась в медицине то есть цель что сделать? помогать и защищать людей в судьбе КОНЕЦ КОНЕЦ